Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Мощный удар, колоссальный ущерб. Стоит ли пострадавшим от паводка рассчитывать на дополнительные выплаты? Сплошная полоса препятствий. Барнаульские водители возмущены тотальным разрушением дорог. Когда их начнут ремонтировать? Мамы и жены бойцов – волонтеры. Как на Алтае готовят медсестер для помощи бойцам в зоне СВО? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рушится фундамент дома, везде слякоть и запах сырости. Так описывает обстановку после потопа в поселке Центральный одна из местных жительниц. Люди до сих пор не могут до конца понять, насколько серьезные убытки им принес паводок. Так, например, выглядит гараж после ухода воды. Отсюда ушла, конечно, но все сырое, а тут теперь еще и замороженное. По словам женщины, сегодня обстановка в поселке начала вновь ухудшаться. Люди боятся, что большая вода опять зайдет в их дома. Ну что, вот квет опять наполнился. Время 2 часа дня, 3 апреля. То есть он уже сравнялся, и вода всем бурлящим потоком через дорогу снылла к нам в наш квет. Пока жители поселка Центральный гадают, обойдет их на этот раз суровая стихия воды или нет, на трассе Рокиты-Борфорпост в Михайловском районе разлилось целое озеро. Вот эта вся вода к нам в деревню идет. А это трасса у нас на Фарпус. Вон она, вверх смотрится бугор трассы. И вот они мы стоим на другой стороне трассы. И все водичка. Добавим, на сегодняшний день в крае продолжает действовать режим ЧАЭС. Талами водами затоплено 917 переусадебных участков, 6 дорог и низководный мост. По-прежнему развернуты два пункта временного размещения. Там сейчас находится 50 человек. Добавим, если вы хотите помочь людям, пострадавшим от стихии, сделать это можно по адресам, которые сейчас на экране. Требуются детские вещи, одеяло, подушки, постельное белье, средства гигиены и бытового назначения. Также оказать помощь можно через Алтайское краевое отделение Российского детского фонда. Перечислить средства с обязательной пометкой «Паводок». Мария Костылева, День с толком. Сложнейшая паводковая обстановка сохраняется в Михайловском районе. На сегодняшний день потоплено 138 жилых домов, 257 переусадебных участков в двух населенных пунктах. А накануне в районе побывал губернатор края Виктор Томенко. Он пообщался со спасателями, властями и местными жителями. По пути в район с воздуха глава края вместе с главой МЧС осмотрели, как складывается обстановка на реках. Для профилактики подтопления у села Тугозвонова на Черюше на днях подрывали лед. В самом Михайловском Виктора Томенко встречали не только руководители района, но и обычные люди. Очень сильно, конечно, подтопило. Многих людей работают. Спасибо и за это. Вода поднялась выше уровня пола почти в 500 домах. К неблагоприятной ситуации здесь готовились, сообщил Александр Макаров, начальник МЧС по краю. Поэтому спасатели прибыли заблаговременно и смогли оперативно начать эвакуацию людей. Сколько тут домов получается сейчас? Вот под этой улице, которая потоплена, здесь порядка 20-30 домов. То есть мы их каждый день обходим, спрашиваем, где кому какая помощь нужна. Ребята у меня ходят, ездит автомобиль, снаряженный с мотопомпами. То есть они приезжают, откачивают по другому воду, достают, помогают, здравоохраняемые картошки. По данным спасателей, обстановка постепенно стабилизируется, но пострадавших много и помощь им необходима. Мы так быстренько пока что, кого затопило на участке, там по 10 тысяч, кому в дом зашла в руку вода, по 30 тысяч. Быстрое решение приняли, все остальное посмотрим. Губернатор пообещал детально разобраться в ситуации и при необходимости решить вопрос с увеличением помощи. Осмотрели власти и пункт временного размещения в селе Михайловское. Дом затопило, дочь мне отправила сюда. Все, 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 не бойся, не бойся, не бойся, все, мы позанимаемся. Спасибо вам, здесь в коробе ухаживают, как за ним. Хорошо, все, да? Спасибо, хорошо, все, хорошо. Максимальное количество людей в этом общежитии доходило до 64 человек, а в Ракетах и вовсе до 140. Сейчас число снижается. Сегодня уже стали семьи выезжать, обстановка стабилизируется. Правда, говорить о нормализации обстановки в районе пока рано. Все еще остаются ограничения на дорогах. Ущерб, нанесенный дорожной инфраструктуре, начнут оценивать позже, когда вода уйдет. Тогда же будут приняты решения о дополнительном финансировании. Если краевых средств не будет хватать, пояснил Виктор Томенко, начнут обращаться к федеральным властям. Ни один объект и ни один житель, по его словам, без внимания не останутся. Татьяна Голубева, день с толком. В Барнауле продолжают обсуждать вопрос повышения цен на проезд. Напомним, речь идет о регулируемых маршрутах, на которых сейчас проезд стоит 30 рублей. Накануне в администрации города провели совещание по тарифному регулированию. Подробнее о том, почему перевозчики просят повысить стоимость, с какими проблемами им приходится сталкиваться и когда новый тариф может вступить в силу. Около 40% подвижного состава в Барнауле не выходит на линию. Такие данные озвучивают перевозчики. Причина в дефиците водителей. Из-за этого нередко страдают пассажиры, которым приходится долго ждать свой транспорт. В связи с этим от перевозчиков поступило предложение повысить стоимость оплаты за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу. По их мнению, максимальная стоимость поездки за наличный расчет должна составить 35 рублей. Главный аргумент – инфляция. Дорожает все – и топливо, и запчасти. Цена дизельного топлива увеличилась на 14%. Выросла амортизация за счет приобретения новых трамваях и автобусов большого класса. Подорожали запасные части и комплектующие. Помимо этого, с 1 января произошло повышение заработной платы водителей и кондукторов. Хотелось бы напомнить, что с 1 января текущего года на 13 маршрутах из 19 тариф перевозчики подняли до 35 рублей. Накануне тему тарифного регулирования обсудили в мэрии. Чиновники заявляют, что вопрос развития транспорта стоит на особом контроле. Показательные цифры. Несмотря на ряд проблем, только за прошлый год в Барнауле зафиксировали более 100 миллионов поездок на общественном транспорте. Обновление автомобильного парка на улицах города у нас осуществляется в рамках долгосрочных контрактов. Таких контрактов в прошлом году заключено у нас 17. Ежегодное финансирование составляет 87 миллионов рублей. Реализация указанного мероприятия позволит перевозчикам обновить не менее 25% парка. Это порядка 64 единицы различного класса. Новый тариф может вступить в силу уже 1 мая. При этом перевозчики должны понимать, что повышение проезда обязывает к тотальному контролю со стороны властей. Глава города Вячеслав Франк заявил, что новые тарифы должны не только поддержать предпринимателей, но и улучшить качество поездки для пассажиров. В ближайшее время Координационный совет по ценообразованию города рассмотрит обращение перевозчиков и вынесет свое решение. Ирина Корчагина, День с толком. В Барнауле завершилось ежегодное весеннее обследование дорог. Комиссия оценила их состояние и составила список объектов, которые ждет текущий ремонт. Водители отмечают, что после зимы многие дороги пришли в полную негодность. Когда начнут заделывать ямы и куда обращаться, если нужно залатать определенный участок, расскажет Данил Кузнецов. Состояние дорог этой весной барнаульцев не то чтобы не радует, вводит в состояние шока. Конечно, дороги разрушаются после каждой зимы. Однако этой весной они, по словам водителей, буквально тают. Глубокие ямы есть не на каких-то определенных участках, а практически везде. Причина пробки на Фурманово отнюдь не узкая дорога, а отсутствие ее. Из-за ям автомобилисты стараются объезжать некоторые участки и из-за этого движение стопорится. Буквально сегодня вот разговаривали на работе товарищ вчера, в Лосихинской, Гридасово, два колеса пробил. Въехал в яму? Да, с правой стороны. Какой ущерб примерно? Ну, я думаю, тысяч, двенадцать. Есть под замену полностью колеса. Восстановление не подлежат. Дороги сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Тотальное разрушение асфальта вызывает у горожан сильное негодование. Люди просят ответственных как можно скорее решить проблему. Первый раз в жизни в Барнауле вижу такое. Этому есть логическое объяснение. В яме поменьше, объезжаешь яму побольше. Просишь прощения у подвески. Проехал сегодня по Фурманово от Лосихинской до Павлика. Вот где убито напрочь. Думал, колеса там оставлю. Администрация, сделайте что-нибудь с городом. Он утопает в ямах. Состояние дорог уже оценила специальная городская комиссия. Было принято решение дополнительно выделить на текущий ремонт магистральных сетей 100 миллионов рублей, увеличив финансирование чуть ли не в три раза. Пока к ремонту мы не приступили в рамках текущего ремонта, мы его делаем с применением холодной асфальтобетонной смеси. Это на таких наиболее участках, где у нас дороги в ненормативном состоянии. Это такие, как улица Ядринцева, например, улица Лосихинская был ремонт, на проспекте Ленина, Партизанская и так далее. Основные такие участки. Наверное, самая большая яма в Барнауле располагается на улице Взлетной, рядом с поликлиникой. Она настолько огромная, что в нее можно просто провалиться чуть ли не по колено. То есть даже 30-сантиметровая линейка, ну вот сколько здесь? То есть, ну, больше 15-ти сантиметров явно. Ужас! 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 Невозможно! Это кошмар, ребята! Подтверждают даже местные жители. Заделывать ямы и ямищи начнут, когда на улице станет стабильное тепло. Тогда можно будет применять технологию горячего асфальта. Такая смесь прочнее холодной. А пока некоторые опасные для водителей участки засыпают щебнем. К примеру, так на днях залатали улицу Ядренцево. 4 апреля должно пройти совещание межведомственной комиссии, где утвердят список улиц, с которым необходим текущий ремонт. Его ближе к середине месяца обнародуют на сайте города. Как уверяют ответственные, в список включат как основные магистрали города, так и спальные районы. Жители могут обращаться и оставлять заявки в части дорог, которые подлежат ремонту. Это через интернет-приемную, через госуслуги, на официальной странице комитета по дорожному хозяйству и транспорту. А также по телефону, либо 371-601, это телефон приемный, либо 371-610, это телефон на дело дорожного хозяйства. Кроме того, также можно оставить обращение в единую диспетчерскую службу в автодорстрою. Всем, кто пострадал от весенней дорожной распутицы, специалисты советуют фиксировать повреждения машины, вызвав сотрудников ГИБДД. Тогда вероятность получить компенсацию за ущерб возрастает. Отметим, по ГОСТу яма не должна быть больше 60 см в ширину, 15 см в длину и 5 см в глубину. Четвертый по счету поток курсов по подготовке медсестер для помощи бойцам в зоне СВО, а также для реабилитации раненых, уже в тылу, стартуют в Барнауле. Этой актуальной теме посвятили сегодня отдельный круглый стол. Кто идет на такие курсы, как там проходит обучение, как медики оценивают эту подготовку, расскажем в сюжете. В поток мобилизации попал мой сын. И возникла идея, как быть рядом. Я не мужчина, я не военно обязана. Женщине на территорию фронта попасть очень тяжело. Есть один вариант, это быть медиком. И таким образом возникла идея создать курсы. Идею реализовали благодаря помощи Барнаульского медколледжа. На первый поток подготовки еще в 22-м году записались 14 человек. Мамы, жены, бойцов, волонтеры. В 23-м на медсестер обучились еще порядка 30 женщин в рамках 2-го и 3-го потоков. Теория без практики невозможна, поэтому практиковались будущие медсестры в первой городской больнице скорой медпомощи, где находятся два тяжелых отделения травмы. И туда в том числе поступают бойцы ССВО. Ухаживать за такими пациентами без подготовки невозможно. Это очень сложно, потому что не каждое движение можно выполнить как простому человеку. Люди находятся с металлом, так скажем, пластины, клостики, все что угодно у них. Кости их не собраны, что-то удалено, что-то скрепили. Соответственно, просто так переложить пациента, перевернуть даже, чтобы он через... Там каждые два часа пациента надо переворачивать, потому что пролежь не могут, это сопутствующее. Обучение проходит непросто. Порой слезы душат, но женщины приходят замотивированными на помощь. Ведь там на фронте служат их мужья, отцы и сыновья. И помощь может понадобиться любому. В госпиталях Донецкой республики девчонки с Алтая тоже есть. Сергеич, так называют доктора буквально все, сейчас в отпуске. С начала мобилизации работает в медицинской роте мотострелкового полка. Рассказывают, сестрички нужны. Правда, задачи у них иные, не как в Великую Отечественную. Выполняют назначение, указание врача. Оказывать помощь только там, где ее можно оказать. На поле боя там помощь оказываются инструктора, бойцы сами себе оказывают. Батальонные медики, они в основном героически жертвуют собой, пытаются спасти, вытащить. Как правило, получается. Но не всегда. Медсестры после окончания четвертого потока курсов останутся в Барнауле. И здесь для них много работы. Наши мальчики приходят сюда на восстановление. И приходят они с разными видами травм. Сейчас они восстанавливаются во многих больницах здесь, в реабилитационных центрах. Поэтому хочу больше направленно сделать именно четвертого потока на то, чтобы помогать конкретно здесь, по месту, нашим мальчишкам. Четвертый поток почти набран. Самые младшие 20, самые старшие 55. Среди будущих медсестер в этот раз помимо жены, матерей, бойцов, волонтеры и даже монахини. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Жители Барнаульской многоэтажки утопают в мусоре. Свалка во дворе жилого дома образовалась по вине соседей, которые в чужой бак выбрасывают свой мусор. Пострадавшая сторона просит администрацию района перенести контейнер в другое место, чтобы их двор не превращался в мусорный полигон. Тему продолжит Валентина Аскерова. Полигон в миниатюре красуется во дворе многоквартирного дома. Мусорный контейнер принадлежит жителям дома на Антона Петрова 108. Вот только баком пользуются не только собственники, а все соседи в округе. Этот мусор собирается со 110, 110 и 108. Еще одна мусорка, 106 мусорка могут принести. У них есть свои мусорки, но они не хотят туда его выбрасывать. Туда надо идти подальше немножко. А нам здесь очень хорошо. Они идут из домов на остановку и все, ну, сюда носят. Смотрим, утром встаем, мусор, вечером приходим, еще больше мусора. Баки соседних домов, естественно, пустуют, так как расположены в неудобном для большинства месте. Мусорная драма на Антона Петрова, к слову, продолжается уже много лет. Мы неоднократно рассказывали о ней, в том числе и в программе «Коммунальный патруль». Вы в каком доме проживаете? Это просто мусорка этого дома? Вы в этом проживаете? Нет, он проживает вон. Коммунальные юристы советуют обратиться с официальной жалобой в администрацию района. То есть для того, чтобы поменять место расположения контейнерной площадки, необходимо обратиться в соответствующую районную администрацию с заявлением о необходимости переноса. Если есть предположение, куда можно перенести по разумению заявителя, можно указать такое место, распечатать на карте, показать. Администрация, в свою очередь, рассмотрит жалобу, согласует варианты с Роспотребнадзором и будет принимать решения. А пока продолжается борьба за чистый двор, жителям ничего не остается, как просыпаться по утрам, брать чашечку кофе, подходить к окну и портить себе настроение. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Делегация Алтайского края начала работу на международной выставке и форуме по фармацевтике и биотехнологиям в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Управление края по пищевой перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Для гостей форума делегация приготовила различную фармпродукцию, БАДы. Это витаминно-минеральные комплексы, медовые леденцы, линейки сиропов, кедровый кофе и не только. Отметим, что этот форум – ключевое событие фармацевтического рынка. К другой теме. Восьмилетняя жительница Барнаула Алина Абдрашитова завоевала приз зрительских симпатий конкурса «Маленькая красавица Алтая-2024». Онлайн-голосование конкурса проходило на площадке «Комсомольской правды» Барнаул. А феерично в финале конкурса смотрите в репортаже Валентины Аскеровой. Приз зрительских симпатий Абдрашитовой Алине. Сердца зрителей принадлежат Алине Абдрашитовой. Их восьмилетняя девочка одержала победу в интернет-голосовании конкурса «Маленькая красавица Алтая». За нее проголосовало почти 1300 человек. И вот маленькая звездочка – уже настоящая знаменитость. Позирует перед камерами и делится своими эмоциями. Алида, как ты думаешь, благодаря чему ты смогла победить в интернет-голосовании конкурса «Маленькая красавица Алтая»? Ну, потому что я очень красивая девочка, вежливая и добрая. Могу найти со всем общение. Потому что мамин и папин друзья за меня очень-очень сильно голосовали. И весь Рубцов за меня болел. Дефиле, позирование, визитки, творческие номера. 24 конкурсантки со всего Алтайского края на школьных весенних каникулах не отдыхали. А готовились к важному событию в своей жизни. Финал у конкурса «Маленькая красавица Алтая». Что ты чувствовала, когда у вас упала? Я чувствовала, что как будто во мне плывет огонь. И я похорила, мне кажется, сердце жюри. Елизавета также получает подарки от наших партнеров и коров. Поддержим аплодисменты. Ни одна из конкурсантов не ушла без награды. Юным красоткам вручили подарки, грамоты, сертификаты. В этом году конкурс «Маленькая красавица Алтая» проходит уже 21 раз. Конкурс красоты и таланта на протяжении многих лет является трамплином, который помогает юным моделям начать свой звездный путь. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Ну а теперь к новостям спорта. Юные алтайские хоккеисты – обладатели Кубка Федерации Сибири. В соревнованиях для спортсменов младше 12 лет ребятам из клуба Сибири противостояли лучшие команды округа. Об эмоциях игроков и о том, как алтайской школе хоккея удалось обыграть лучшую академию России, расскажет Дмитрий Дроздов. Вот они, чемпионы, победители, обладатели Кубка Сибирского федерального округа. Родители плачут от радости. Алтайский край радуется. Этот момент точно войдет в историю лучших моментов хоккейной команды «Скифы-2013». Парни стали обладателями Кубка Федерации Сибирского федерального округа. Четыре отборочных этапа, финал стильнейших и вот оно – заветное золото. Юные хоккеисты продемонстрировали всем, что они – единая сплоченная команда. Когда, например, идет трака, пацаны пытаются разнять, именно на игре пытаются разнять и поддержать пацанов, если даже проигрываем. Пацаны у нас всегда друг друга поддерживают. В финале сильнейших нашим ребятам противостояли лучшие хоккейные школы России. Новокузнецкий «Металлург», Омский «Авангард», а также еще одна команда с «Кузбасса». И во всех пяти матчах павловские хоккеисты одержали победы. Четыре в основное время и одну популита. Особенно важно взять верх над грандами российского хоккея, «Авангардом» и «Металлургом». Но скифы на то и скифы, что берут только золото. Самое главное – это, конечно, поддержка родителей и желание наших ребят играть. На сегодняшний день уже есть ребята, которые показывают такие свои возможности и таланты. Там Марк Симоненко, я ему говорю, Марк, сегодня нужен лакросс. И он его забивает. А сегодня юные хоккеисты гостили у министра спорта Ивана Нифонтова, призер Олимпийских игр по джудо. Поздравил ребят с победой. Подарил памятные книги про алтайский спорт и заявил, что ждет от скифов игры с канадцами. Надо пахать, пахать и еще раз пахать, чтобы победить и Крылья Совета, чтобы победить и канадцев. Чтобы они боялись скиф и снова Глори Алтайский край. Команда продолжает плотные тренировки и теперь ребята готовятся к Кубку Владислава Третьяка. Это уже всероссийский уровень, где нашим алтайским спортсменам будут противостоять хоккейные мастодонты. Локомотив, ЦСКА и Крылья Советов. Одним словом, борьба обещает быть интригующей и жаркой. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а на этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. «Ишставка» День с толком. Продолжение следует...